Всем привет, ребята! Попросили меня записать видео по поводу ферм, постараемся сделать это как можно короче. Начнем мы с малого, отталкиваться будем от того, как делаю это именно я. Это одна из моих, из многих ферм, которые у меня есть, так как у меня на руках два королевства. Мне нужно очень много ферм, так как я контролирую много альянсов на R5, чтобы был везде контроль во всех зонах королевства по максимуму получается. И начнем с того, что желательно качать ратушу 25 уровня. Но, учитывая, которое обновление у нас недавно было, многие королевства, скорее всего, сделали лимиты по уровню ратуши. Это 22-я, либо 24-я, по той причине, что 25 уровень ратуши используется у нас в подборе КВК. И многие королевства за этим следят, чтобы попадался более равный противник, и они были более мощные сами. То есть следят за качеством именно игроков и, само собой, за каждой ферме, которая входит в топ-300. Ну, опять же, там разные сейчас моменты есть в плане подбора КВК. Давайте перейдем к тому, что я именно делаю, когда захожу на фермы. То есть, учитывая, что у меня 30 штук, у меня уходит примерно час, чтобы все дело это собрать. То есть, захожу в один раз в день, и потом вообще не парюсь. Элементарно мы забираем в данный момент ресурсы, забираем и войска. И сейчас стараюсь здесь на всех фермах сделать максимальный уровень ратуши. И здесь сделаю Т-4 войска, чтобы постоянно их обучать. И потом использовать в боевых действиях, крепить флаги. И вот Мортелл даже упал неплохо, да. То есть, его можно использовать в гарнизон. По поводу войск Т-4, боевые действия. То есть, какие моменты можно это использовать? Это можно использовать именно, когда играете вы от защиты, получается, да. Какой-нибудь флаг крепить, либо крепость. Если команда была, да, там, от лидерства, чтобы не убивать основные войска. Частенько так делают. То есть, забрали мы все здесь ежедневки. С левой стороны это все тоже забираем. Если у вас время есть, если нет, то просто на ресурсы отправляете и не паритесь, как бы, да, об этом. Но лучше, конечно, это все дело забирать. Вип тоже забирать. Так как время пройдет, и получите десятый вип, и там будут уже золотые головы. И которые вы можете использовать на гарнизон. Ну, если у вас малое количество голов, вы можете, в принципе, использовать Суньзи и Тельфлет. Почему именно так? Суньзи, он все-таки эпический. Экспертным сделать его не составит труда. Так же, как и Тельфлет. То есть, экспедицию проходите, головы забираете и делаете ее экспертной. Вот вам, в принципе, стандартный гарнизон, как бы, да, какой-никакой, если кто-то вас будет грабить, получит какой-то, хотя бы, там, какой-то минимальный отпор. Но желательно, конечно же, делать топовые гарнизоны, если есть у вас золотые головы. Ну, это уже будет исходить из того, что вам нужно. Может кто-то из фермы делать пылевых командиров, там, да, хочет поэкспериментировать. Лично я делаю гарнизоны везде на данный момент, чтобы как-то задейфить свои фермы, получается. По поводу альянса, какой для фермы выбирать. Желательно выбирать тот, где большая территория есть. Вот в данный момент у меня тут маленькая территория, но я просто R5 бежу, так как территория контролирует некую часть карты Ролест, получается, да. Чем больше территорий, тем больше тут ресурсов вы будете забирать. Опять же, дополнительный доход. Вот. Смотрим вот ивенты, допустим, да, у нас есть Кирольский кризис. Если у вас, опять же, есть время, вы это все дело выполняете, забираете. Тут есть у нас паки ресурсов, потом просто когда-нибудь ресурсы проглядятся, вы вскроете и передадите на основной аккаунт. То есть проблем в этом нету, только временно, да. По поводу командиров, именно сборщиков, вы берете, прокачиваете себе сборщиков до 37 уровня. В данный момент вот тут у меня их еще нету, так как на это времени у меня нету. Но обязательно нужно это делать на самом деле. То есть вы это все прокачиваете, чтобы быстрее они у вас собирали. Также можете поставить строй на скорые сборы, шмотки сделать, если у вас есть возможность, да. И будете собирать больше ресурсов, больше ресурсов и сможете на основных аккаунтах собирать гемы, как бы, да. По поводу количества ферм, ну, как минимум, вы должны сделать на 4 типа ресурсов. То есть золото, дерево, там, камень, да, и еда. Это по-любому, по одной ферме вам обязательно сделать. Сами понимаете, какая у нас игра. Она и так у нас во время жирает много. На основные аккаунты нужно много ресурсов, особенно если у вас Т5 аккаунт. То есть без проблем это повлияет на ваш исход, возможно, даже где-то в боевых действиях, если у вас не будет ресурсов. В принципе, все основное я рассказал. Если я что-то забыл, я в комментариях напишу. Ну, скорее всего, я напишу, что нужно делать, да. Лично, что я делаю. А мы с вами услышимся. До новых встреч. Пока-пока.